Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 И автомойка, и тёплые ангары. Вообще-то враг не будет, сейчас не помню, тёплые ангары есть или нет. На противоположной стороне дороги тоже такая же есть площадка, такое место, такая стоянка. И на обратном пути я заеду, я останавливаюсь на ночёвку на той стороне. Проехав мост, там тоже недалеко от моста вот такие же есть два... В общем-то есть две такие же стоянки с заправкой, со всей инфраструктурой необходимой. Кстати, и готовят тут неплохо, и цены вполне приемлемые. Ещё бы я подумал, что если бы на каждой трассе в России поставить вот такие, организовать такие стоянки, такие площадки, то это было бы невероятно удобно, полезно для автотуристов, для автопутешественников. Сколько стоит, чтобы организовать такое место, я не знаю. Ну, сколько бы ни стоило. Ну, например, через каждые 200 или 300 километров, вот это бы невероятно способствовало развитию автотуризма, автопутешествию, и позволило бы осваивать такие вот края, как Якутия, как Колыма. На Колыме в обязательном порядке, при организации вот таких стоянок, таких мест, нужно быть предусмотрены тёплые ангары, тёплые гаражи для автомобилей, потому что температура зимой, вы знаете, наверное, очень низкие, и ветра сильные. И если заглушить автомобиль, неважно, большой он или маленький, то запустить его на утро будет проблематично, если вообще удастся завести. А вот так вот, с тёплыми гаражами, это, конечно, на Колыме, например, такие, есть места, где можно остановиться, тёплые гаражи, но вот таких шикарных, комфортных площадок там нет. Так, ладно, вернусь к этой трассе, трассе Таврида. так вот, надо было мне посмотреть в интернете график включения, но много времени потеряло, сколько там часов, сейчас уже не могу сказать, часа, наверное, в три остановился, но и вот пока не стемнеет, это часов до девяти, наверное, до десяти, и должен огорчить сразу, сам здорово расстроился, но недалеко, поговорил с людьми, вот кто работает, и да, вот уже эта подсветка должна быть включена, уже темно, фонари кругом горят, вот я поверил этому, на который сейчас стою, тронулся, такое же было мое разочарование, проезжая по мосту, арка не подсвечивалась, то есть по всей вероятности я слишком рано поехал, но скажем так, будет у вас возможность посмотреть на Крымский мост, на арку моста в темное время суток. Съемку арки все-таки я провел на обратном пути в светлое время, но уже на закате в конце дня вернее, но освещенность была очень хорошая и великолепие арки можно будет посмотреть, но это уже когда буду возвращаться назад. Сразу за аркой не знаю там сколько километров, с правой стороны будет такая же площадка, где остановился, где остановлюсь на ночевку до утра. Стоянка тут бесплатная, есть охраняемая площадка, но это для тех, кто останавливается наверное на ночь, переночевать, тогда ставят автомобили на охраняемую стоянку. Повторю, что тут есть и гостиница, и душевая, ну то есть все, что необходимо в дальней поездке, тут вы сможете найти. Такой вот таким местом для привала, для ночевки крайне доволен. Очень, очень мне понравилось. Ну вот видим, как начинает постепенно темнеть, как все ярче и ярче начинают гореть вот эти фонари на столбах. большую часть этого видео я убрал, удалил, потому что там в режиме паркинга была съемка ускоренная многократно. Все там бегали, как мультяшные герои. Движения как видите достаточно интенсивные. Ну это будет видно на следующий день. Ну продолжаем маяться. Сколько искорил сигарет, не знаю. но очень много людей останавливается, даже на этих кадрах можно рассмотреть, посмотреть. Люди останавливаются, может быть они из Ростова, может быть из Красная Дара. Едут в Крым, ну по всей вероятности наверное отдыхать, не знаю осенью какой отдых. тем не менее я останавливался, выходил, смотрел на побережье. Есть кто купается, есть кто загорает. Крым оживает, за счет такой дороги, за счет Тавриды, кстати, она еще не до конца была построена, там оставалось наверное, чтобы завершить стройку, до Севастополя наверное километров, может быть пять, может быть поменьше, напомню, что это было в прошлом году, но сейчас по всей вероятности уже дорога готова и пущена в эксплуатацию. Ну а следующая серия это будет движение в темное время, когда начну движение в надежде снять подсветку арки в темное время. Ну вот вроде бы все. Продолжение следует...